В Челябинске самым сильным и отважным женщинам в погонах вручили премию «Щит и Роза». Она приурочена к Международному женскому дню. Лауреаты – женщины, которые работают в полиции, МЧС, службе судебных приставов и других силовых структурах. Какие они, девушки в погонах, расскажет Андрей Михайлюк. Как выяснилось, самые обаятельные и привлекательные носят не вечерние платья, а форменную одежду, медали и погоны. Сегодня награждают девушек из МЧС, МВД, ГУВСИН и других силовых структур. И есть за что. Они умеют спасать людей, защищать людей, стрелять из автомата и даже знают навыки рукопашного боя. Всего 30 участниц. Одна из них – это Анастасия Мелихова, сотрудница ГУВСИН. Наградили за профессиональное мастерство. Уже более 15 лет служу. Ничего лучше, кроме этого, делать не могу, потому что поступила в институт в 17 лет, одела погоны в 17 лет. И до сих пор я в этой системе люблю, уважаю и очень хочу, чтобы все-таки престиж службы снова возрос. Девушки также приняли участие в профессиональной фотосессии, где примерили вечернее платье. Но ценят их организаторы все же не за красоту, а за их профессиональные данные. Были представлены в шести номинациях. Это, вы, наверное, знаете, за лидерские качества, за выслугу лет, за материнское тепло, за спортивные достижения, ну и так далее. В этом году было представлено порядка 130 анкетов с 13 силовых, контрольных и назорных ведомств. Поздравить участниц премии «Щит и Роза» пришли друзья, коллеги, семьи и губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер. Конечно, на вас огромный груз ответственности, большое количество задач. Мы, мужчины, это прекрасно понимаем и преклоняемся перед вами. Вы давно доказали, что женственность, красота прекрасно сочетаются с такими понятиями, как служебный долг, защита свобод. В России на федеральном уровне премию «Щит и Роза» проводят уже 12-й год подряд. В Челябинске – 4-й. Но стоит отметить, что в других регионах подобной премии нет.